Вам слышно? Сергей? Да, слышно. Почему вышибло-то, непонятно? Это враги нападают на меня, которые, я уже с утра пораньше, узнали во сколько встаем и бомбят. То на стационар на столе, то на этот. Они дышать без меня не могут. Враги самые лютые. Так вот, я здесь хочу сказать, мне... Чуть-чуть поднимите, сигнал Тихонич, еще, пожалуйста. А? Вас не видно, чуть-чуть поднимитесь еще. Ага, спасибо. Почему мне, не имеющего никакого духовного образования, семинария Академии, не имеющего гуманитарного образования, которое там историки, их выступает, булгаков, все остальные, почему мне это было понятно и им непонятно? Что это милость Божия и любовь. Из-за этих гонений надо было семикратно благодарить Бога ежедневно. 118-й псалом, 164-й стих. Я этот вопрос не могу не поставить. А за кого вы себя выдаете? За христианина, рожденного свыше, получившего крещение Духом Святым. На меньшее не согласен. За вписанного в книгу жизни. Но таких-то должно было быть в России-то 100 миллионов. Но однако, как будто никто и не встал. Рассеявшися ходили, благовествовали. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Не анафями кого-то предавать. И во-первых, Коринфам 4,5 говорит, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И анафяму это всем понятно было. И что те, которые гонят церковь, они не останутся без наказания. Ждет 37-й год. Ждет раскулачивание. Ждет война. И об них заранее нужно было плакать. Нигде ни один, ни разу по сегодняшний день. Где грамота патриарха, канонизирует убитых, то другое. Я ничего этого не трогаю. Одно, почему не призвали вернуться к первоапостольскому состоянию? Почему не пошли от дома к дому, что делают свидетели Иеговы, лжесвидетели? Их пробовал Гитлер уничтожить. Они сидели наравне с евреями и цыганами. Вот кого истреблял Гитлер. Уничтожить полностью евреев, цыган и свидетелей Иеговы. Если кто не знает, библиофоршеры, называется, исследователи Библии. Эту же задачу практически выполнял Сталин. Ни того, ни другого нет. И самый большой процент освобождения из лагеря был именно у них. Я с ними сидел в одном лагере в Жанатасе. Почему им это понятно, еретикам? Почему нам не понятно? Вот сейчас у нас. А почему у вас на храме купола нету? Купола нету. У тебя купол-то свой-то не варит. Купол вот он. Мы под куполом неба находимся. И солнце наша главная свеча. И вот даже ты дважды прочитал, допустим, этот вопрос. Ну дойдет оно до кого или нет. И сегодня за то, что я говорю, будут яростные нападки. Но уже все сгорело, уже разрушено. Пришли к власти церковники сегодня первым делом соединиться с президентом. Везде они. Они без этого не могут. И только в посланиях патриарха обновлено власть, 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 власть. У церкви нигде не написано, что она имеет власть. Как мирская. Дружба с миром есть. Вражда против Бога. Это прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть проституты духовные. Иакова 4 глава 4 стих. Я не осуждаю, я констатирую уже совершившийся факт. Все разложение народа вышло. Никифорова, Волгина это подробно описано. Все. Все храмы оказались в рюкзаке. Значит, и вполне обходились, да. Были священники, которые пошли в народ. Но не на проповедь. А когда считаем первых христиан, священники, епископ под видом военных, купцов, как вот Варвара Великомученица, как она обратилась. И других мы считаем. Где кто ходил для проповеди? Где призывы патриарха к проповеди? К благовестию? Повторяю, ни одного, ни одного за 72 года. И в самые тяжелые времена они держались только за власть. Патриарх, кому передать власть? Церковное управление. Почему нигде не сказали? И, наконец, Христос, как глава церкви, написано Колоссяном 1.8. А церковь его тело, глава церкви Христос. Они ни разу про это не сказали. Они ни разу не принесли покаяния перед народом, что с тысячу лет почти народ шел, не имея в руках Библии. Оно было скрыто. Вот такое резюме в конце вот этого вопроса. А ты, Сергей Павлович, слушай внимательно. Возьми какой-то карандаш, фломастер и помечай, каким вопросом закончился. И следующий вопрос называй под номером. Тебе больше не надо. А ты сразу считал, не считал. Притом я тебе говорю, и уверенности нет, что ты будешь делать. Я уже не раз говорил. Такое маленькое дело. И так оно понятно. Искать не надо. На столе у меня... Ну, напиши четыре бумажки. Одну в карман положи. Другую на столе положи. А третью на стенку прибей. Следующий номер такой-то. Опять кончилось сегодня. Опять номер написал не тот, который кончил, а которым начинать. Которым начинать. Я вот на все, где у меня идут цифры. Там, ну, щад, рулетки, наружное наблюдение. Там, о голубях, окошках. У меня везде стоит номер, который следующий будет номер. И ни разу ни одной ошибки не было. Почему? Да что тут непонятно-то? На столе у меня лежит открыто. Везде надпись. Плитку выключай. Свет выключай. Плиту затопили. Поставь щиты, чтобы кошка не прыгнула на плиту. Оно по мозгам бьет. Вот о великом и о малом я сказал. Отошел. Игнатий Тихонович, получается, Великое Отечество война, это было как раз подходит под то, что возмездие за грех смерть, за те революционные вот эти шаги, за то, что уничтожали церкви. Именно вот за это была Великая Отечественная война Богом посланная. И так я правильно понимаю. Пришло от Бога. И так надо принять. Ежедневно, семикратно прославляясь за суды правды твоей. Это суды правды Божьей пришли на землю. Это Божья милость пришла. И они восстали против всего этого. А власть-то была для того, чтобы наказать, возвратить на первоапостольский путь. Не поняли. И такое разложение, как сегодня. Посты-то никто не соблюдает. За малым исключением бабушек придумали первую и последнюю неделю Великого Поста. Ни у кого на ум не пришло. Канон Андрея Критского считает уже 1100 лет, что он написан для оглашенных. Что его надо поднять на вторую ступень благодарения и третье слабословие. Те же самые события библейские нету. Нету. Блаженный Феофилак, вот сейчас проходим. Ни одного комментария не сказано. Когда уже прошло 900 лет. Это пришлось мне делать. И по Андрею Критскому, и здесь. Я их сильно раздражаю тем, что говорю, а почему до вас никто не сделал? Я смеюсь над этим. Я просто говорю, потому что я еще не родился. Для меня Бог оставил этот труд. А за кого вы себя выдаете? За прах и пепел. Которого коснулась благодать Божия. Вот все их звания, семинарии. А до чего семинарии? Академия отвечает. Для того, чтобы запутать любое дело и любую ложь, неправду оправдать. Но больше они не способны. Сегодня нигде нет призыва идти на благовестие, как у так называемых свидетелей Юговы. От двери к двери. А то у нас в стране 75% православное. Я нашел свои исследования. 0,3% среди крещеных. На 300 человек только один что-то знает, который в храм ходит. Который считается православными. Это исследование, которое прожила Цепенникова. Это кандидат наук. Университета у нас технического. И она провела 3000 студентов. Она опрашивала подряд 5 лет группы, 100 групп. Ну, из мракоязычества. Если не знаете, я могу скинуть этот материал сегодня. Смотрите на нашем вот здесь месте. На 300 человек только один что-то знает и ходит, и причащается. Все остальное фишка. Обман. Сергей Павлович, я уже сказал. Делай пометку с последующего, когда кончишь. Продолжайте дальше. Отошел. Продолжайте. 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 Я тру морковку здесь. Я тру морковь. 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 Я тру морковь.